Ресторан красоты La Cate de Beauty, площадская студия позитивного мышления, силы и позитивной мысли. Татьяна Салмановна и Макту с самым хитом. В моем ресторане является такой селт, который я не буду кушать. Овощи по сезону. В это время года мы предпочитаем цукини, огурчики. Со своего огорода. Так что вот, они входят в этот салат. Смотря на сколько персон. В принципе, на одну или на две персоны. В принципе, если на две персоны делать салат, то берете два огурчика, такие небольшие. Два. Пять помидорок. Дамские пальчики. Икра. Ну, я покупаю имитированную икру. Красную или черную. Лучше, конечно, натуральную. Лучше, конечно, брать натуральную икру для сального салата. Отвариваю эти макарошки, чтобы они такие были альтентесом. Их, главное, их не переварить. Немножко соевого мяса, также вареного. По вкусу. Но можно им тоже немножко не доварить, но там нужно, знаете, вот это вот. И не переварить, и не доварить. Такие тоже, я считаю, что они были такие альтентес. Альтентес. Вот. Укропчик или петрушечки. Здесь, конечно, важен такой соус. Соус для этого салата. Нет. И сюда еще можно добавить еще оливок. Ну, кто что любит. Можно немножко оливочек добавить. Вот. А так соус. Лучше, конечно, использовать оливковое масло. Ну, можно, например, и рапсовое. Его я вот купила недавно в магазинчике «Семишагов». Сейчас добавлю рапсовое масло. Вот. Немножко солого соуса. Немножко соли. Конечно, приправы. Знаете, я, ну, вот я вам скажу, что я добавляю. Это, конечно, по вкусу. Этот соус сделается по вкусу. Я добавляю немножко горчицы, немножко майонезика. Но это не всегда. И немножко к макарошкам. То есть, странно, где, вот, знаете, к макарошкам добавляю еще этого соуса. Знаете, вот там. Ну, можно покупать томатную, знаете, томатную пасту. Но если, в принципе, вы используете помидоры, то, в принципе, знаете, кетчуп можно не добавлять. Потому что кто-то есть любителя, как говорится. Кто-то вообще майонез не ест. Кто-то на диете. И так же немножко чесночка. Ну, все эти ингредиенты я добавляю по вкусу. Им в наличии. Если они есть в наличии. Вот. 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 Так что, вот, вот такие вот дела. Такой салат. Можно кушать бутербродами. Булочка. Ну, как я делаю, булочка. Немножко майонезика. Черная или красная икра. Так что, вот. С вами я, Татьяна Салмановна, Мактур. Я, как вы понимаете, пиарю. Моя пиар-компания. Пиарю себя. Пиарю мою творческую студию позитивного мышления. В рамках этой творческой студии, ресторан, луководопиуси. Но нужно понимать. Конечно, я говорю, что это, в общем, такой салат. Это, знаете, вот в моем, там, кафе-ресторане, ну, и кто смотрел мои выпуски, тот, наверное, более как-то в курсе. Это, в общем, такой более, такой, знаете, вот этот... Такой проект кафе-ресторан для того, чтобы наслаждаться собой, природой, погодой, хорошей, знаете, вот это вот, чтобы было хорошее настроение, вот это открытие, да-да-да. Вот это балконе, знаете, вот в моей спальне открыть балконе. Заснять себя, заснять, так скажем, насладиться собой. И в том числе едой, как искусством. Но по баджету. Вы, наверное, поняли, что такой салат, он идет по баджету. А так бы Татьяна Салмана сказала, Татьяна Салмана бы не стала готовить. Она бы заказала все в лучших ресторанах. Как она сказала, визит, там, из Гранд-отеля Европа. Лобстеры, омары, черную-красную икру. Так что вот, креветки. Самые лучшие, знаете, вот эти вот фрукты, торты, мороженое. Это, знаете, такой проект, там, в рамках, он, как это, раньше у меня был Live Journal. Я являюсь вообще автором уникальной методики. Татьяна. Потому что, если я буду пиарить и говорить, знаете, вот такой салат, вы берете омары, лобстеры, лосось, черную-красную икру. Так что вот. Потом самые лучшие помидоры, самые лучшие огурцы, самый лучший дорогой салат, самые дорогие оливки, орешки, органик фисташки. Так что вот. Клубнику, чернику, самые дорогие дыни. Кстати, дыньку, я очень такую дыньку, на ней буду завтра, в общем, кушать. А, Татьяна Салмана любит дыни, так что вкусные, сладкие, как сказка. И, конечно, туда не надо не добавлять никаких макарон, мы же худеем. Я же такая миссис-вселенная, в образе миссис-вселенная. Какие могут быть макароны? То есть нужно понимать, да, вы, наверное, понимаете, да, или как-то вам еще объяснить надо. То есть я, вы знаете, вот такой салат, такой доступный, я вам даже могу, потом приведу пример, сколько стоит, я покупаю макарошки. Макароны, в принципе, очень, как говорится, я считаю, что хорошие, но по 13 рублей за опанчку 400 грамм. Покупаю помидоры для салата, вот я недавно покупала за килограмм 50 рублей. Огурцы также можно по 50 рублей килограмм купить. Масло рапсовое за 99 рублей, а обычное подсолнечное можно купить еще дешевле. Как вы понимаете, горчица, укроп, в общем, кетчуп шашлычный дешевый и майонез дешевый, как я покупаю, тоже можно купить горчицу за 35 рублей, а кетчуп, поскольку там кетчуп по 35-40 рублей, майонез 50 рублей. Если делать этот салат даже на одного, даже если, ну, хорошо, там одна порция этого салата, она обходится, вы посчитаете. Я не знаю, что мы сейчас рекламируем нашу уникальную систему Ториана, понимаете, она рассчитана на то. Человек, если он не может себе позволить ни лобцеров, ни омаров, ни что-то там такое, а что-то из обычного, простого. Потому что в мире бедных людей намного больше, чем богатых. И прорекламировать лучшие лобстеры, зачем их рекламировать, их и так купить. А вы попробуйте, знаете, вот это вот, по баджету, чтобы это было и вкусно, и красиво, еще себя красиво, понимаете, вот это вот нарядить и насладиться собой, и природой, и погодой, и иметь хорошее настроение, когда у вас баджет. Вы смотрите мой ладжурнал, мои видео, и все поймете, все узнаете. Иметь хорошее настроение, в принципе, когда ты там миллиардер, и можешь себе, в принципе, позволить очень многое. Это одно. А насладиться и приготовить по баджету что-то вкусное, и сделать этого как искусство, какая-то красивая тарелка, это оформить красиво. Но я не знаю, сейчас я буду рассказывать все это, вы можете, кто интересуется, тот смотрит, у меня заснято больше 20 тысяч видео. Больше 70 тысяч видео у меня загружены на два моих канала Ютуба. Татьяна Салмановна Мактум Сайфудит на русском, на английском языке. Это о том, как развлечь себя, если вы находитесь, например, по определенным обстоятельствам, много времени дома и так далее. Как развлечь себя, чем себя занять. Может быть, какими-то интересными передачами, фильмами интересными, как я рекламирую по Ютубу. «Между нами девочками» такой вот фильм. Может быть, поинтересоваться Фуншу и Натальей Правдиной или Тони Робинсом. Может быть, Александр Свейшом. Или посмотреть юмор, как я рекламирую, там одна за всех, там юмор вообще на любой вкус. Может быть, что-то вспомнить хорошее, что было в вашей жизни. Может быть, одеть красивое платье, которое у вас есть, какой-то красивый наряд. Для себя, не для кого-то, а для себя. И вспомнить что-то хорошее, да, Татьяна Салмановна, будем вспоминать завтра. 18 лет назад, 5-го числа, 5-го августа, Татьяна Салмановна была в Сингапуре. Приземлился самолет. Приземлился самолет. Я, Татьяна Салмановна, хотела сказать, в Санкт-Петербург, Сингапур. Но там нет, ну с пересадками. С пересадками. Мы с моим мужем бывшим, паримаксаланданским, чуть даже не опоздали там на какую-то там эту пересадочную, мы сушили. Так что вот. Так что 18 лет назад, 5-го августа 2003-го года, Татьяна Салмановна была несколько дней в Сингапуре, а потом на острове Бали. Может быть, в вашей жизни тоже было что-то совершенно такое восхитительное, может быть, вы путешествовали, что-то вспомнить такое хорошее. Так что вот. Хотя Салмановна будет вам рассказывать о Сингапуре, о Бали, я уже рассказывала, я вам еще раз расскажу. Может быть, как-то заснять себе на видео, послушать ваш голос, может быть, у вас есть таланты стихи писать, или какую-то, что-то там, какую-то сценку сыграть. Может быть, как-то, знаете, открыть в себе таланты актрисы. Она скажет, а для чего? Ну, я не знаю, для чего. Может быть, как-то вот наладить более какие-то интимные отношения с вашим мужем, предложить какие-то ролевые игры. Я не знаю, для чего. Чтобы вот как-то мотивировать, чтобы он больше зарабатывал, чтобы у вас было больше денег. Может быть, если вы его как-то мотивируете на какие-то ролевые игры, он почувствует себя более брутальным и будет больше зарабатывать. Вы откроете в себя талант актрисы, вы насладитесь с тобой вот это, вот как они учатся. Сначала нужно научиться наслаждаться самой. Вот. Если вы не умеете доставлять удовольствие из себя, сейчас Татьяна Салмановна скажет. Если вы даже не представляете. Вот там вот этот мужчина говорил, я уже вам загружала, потом я такая убрала. Я подумала, может быть, не каждый как-то вот это поймет. Там мужчина предлагал карточки. Мне кажется, даже сказать это может. Не нужно там открыть в себе талант актрисы. Мужчина вот предлагал. Сексопатолог, сексолог или врач какой-то. Показывать моему мужу карточки, где нужно гладить. Что-то гладить, я тут говорю. А, вот эти вот. Татьяна Салмановна мне 49 лет. Она сегодня с удивлением обнаружила, что я даже вообще, честно говоря, особо даже не интересовалась, где эрогенные места у мужчины. Да он стал, сексопатолог стал говорить об этих эрогенных местах. Я думаю, мне 49 лет, и даже как-то и не особо не интересовалась. А вы интересовались? Если вы никогда не интересовались эрогенными, короче, местами мужчины, вот это вот, и вы, наверное, хотите сказать, что вы, наверное, особо не счастливы в сексе или там в любви. Если вы никогда этим не интересовали. Ну да, я лобстеров фонетику, я скажу, да, я лобстеров никогда не ел. Я их не люблю, лобстеры, я их никогда не ел. Может быть, как-то не особо расстраиваетесь, что как-то какое-то одиночество, а может быть, просто открыть себе талант актрисы, посмотреть немножко такое интересное что-то по ютубу, какие-то такие ролики, подумать, ну вот таланты, может быть, какие-то ролевые игры. Я вам еще раз говорю, поддерживаться какими-то этими эрогенными зонами по ютубу, за ютуб, что там у этих мужчин, эрогенные зоны, еще что-нибудь такое. Вот он говорит, что даже многие сказать даже вот это вот, может, они за ютуб или сказать даже не могут. У них ступор, они сказать не могут, они могут только карточку ему показать. Вот, понимаете, это что? Это специалист говорит, которому приходят люди на прием к сексопатологу. Люди приходят и говорят, что, ну да, у них есть желание, может быть, там что-то знают, они сказать прямую не могут. Вот она показывает карточку и говорит, где там ее гладить или трогать, там налево, направо, еще что-то. Сказать не могут. А может быть, как-то раскрепоститься, не в каком-то вот этого, а в каком-то хорошем смысле. Потренироваться перед зеркалом. Татьяна Салманна вам предлагает не показывать карточки, а написать эти карточки. Вот его нету, а вы перед зеркалом тренируете. Показываете карточку, говорите, вслух это говорит. Потом у вас будет на автомате. Ко мне вот так нужно прикасаться с той стороны. Если вы это повторите много раз, потом, когда он вот это, у вас это на автомате, вы ему это выдадите. Но самое главное, знать, что там говорит. Чего подумать? Это мое такое ноу-хау. Я сама не знаю, надо будет попробовать. Сначала Салман попробует, вам вкусно вам расскажет. Я просто так подумала, что так, наверное, сработает. А чего? Это полуэзи хей. Только она там говорила, я люблю себя, а вы будете эти карточки, вы будете себя развлекать с этими карточками, а вы сказать же не можете, правильно? Так что вот. Вот перед зеркалом. Все это написали, потом перед зеркалом тренируетесь. Показываете карточку самому себе в зеркало и проговариваете вот это, что написано в карточке. А потом себя мотивируете. Это по системе Светланы Ермаковой. Как рвать деньги? Потом вспоминаете, когда муж приходит, вот там начинают на интимные сцены вечером, вы себя сразу мотивируете. Он будет брутальным, он будет больше зарабатывать, или вы так и будете молчать. Вот это вот. И карточки ему показывать, или вообще ничего не показывать. Или срочно будете озвучивать то, что у вас написано на карточке. Ну, а иначе вот этот вот хуяк, вы слушали маяк, так и будет. Так и мотивируйте. Так и подумайте. Иначе будет этот хуяк, вы слушали маяк, или вы озвучите эту карточку. Как Светлана Ермакова? Или советует 5 тысяч рублей, или нужно будет сейчас 5 тысяч рублей порвать. Или 25 тысяч рублей. Или 100 тысяч рублей. Я не знаю, сколько вы богаты. Вот это вот. Поэтому не надо медлить карточку. Взяли карточку, озвучили ему эту карточку. Вот это вот. Да еще посетили пиджачок. Там другая тетя говорила. Такая психолог. Светили пиджачок. Одели нижнее такое шикарное белье, красные трусы, красный бюстгалфер, почувствовали себя уже. Это по системе Элина Хакамаду. Она там выдумала, где она там была этим депутатом, кем она была депутатом, где-то там в верхах она была. Ее мотивировало на какое-то эротическое такое вообще настроение. Очень дорогое. Она себя вообще кайфовала от этого. Она представляла, что она уже одевала это дорогое нижнее, там красное какое-то белье, там бюстгалферное, на вот это вот, ну нижнее белье. И она чувствовала себя, знаете, вот это, на высоте. А так костюмчик. А там, знаете, вот она вот у тебя вот это вот. Так что вот так. Белье одели. Забыла, но не забыть текст. А текст вы будете репетировать, пока его нет перед зеркалом, эти карточки. Потому что если вы будете с ним вот это вот, карточки вот это показывать, сказать не можете, будете ему эти карточки показывать, представляете, это вообще, насколько вообще вот это вот. О каком может идти оргазме, о каком может идти множественном оргазме, и вообще, о чем можно говорить, если сказать нельзя, только можно карточку показать. Вы ему карточку показать, а он тогда вам вообще просто, знаете, вот это, вы ему показали карточку, а он к вам так прикоснулся, как-то вообще никак. А вам не только нужно карточку ему озвучить, сказать. Вот там книжка, короче, вот эта вот, Татьяна Салмановна нам читала, вот эта вот, в творческой студии безземного мышления. Прикасаться нужно с любовью и с нежностью. Так что, говорит, я ничего не почувствовала. Вот там нужно прикасаться ко мне с любовью и нежностью. Так это нежно, короче. В общем, тренируйся. Ну да. Не просто там это прикоснулся, и куда-то там вот это вот. Ну я книжку читала, но я еще раз почитаю. Я не шучу, понимаете? А вы что хотели? Вы думаете, вы ему карточку показали, а он к вам будет с любовью и нежностью прикасаться? А он тоже может боиться. Понимаете? Вы боитесь ему озвучить. Вообще, вы боитесь ему озвучить, а он вообще боится к вам прикасаться. Он, как я читала, как раньше, как и евреи, они вот одевали, они специально делали дырку в простыне, и сексом занимались через простынь. Ну а что мы с вами остановились? Ну вот, это же, это врач сказал, я просто, я просто тему расширила. Расширила, делала талон, как обычно, расширила и углубила эту тему немножко. или немножко так и на скидку. Да? Если вы сказать не можете, может только карточку показать. А что можно от него ждать? Чего он может? А потом и говорят. Там несовместимость, ничего не получается, потому что один сказать не может, а другой тоже как бы вот это вот себя тоже не знает, его даже не учили. Как того парня, не учили ему дарить подарки. Он считал, что это как бы так. Ну вот с вами может быть и как-то проще, понимаете, с вами как-то проще, как с ним, я, честно говоря, даже не знаю. Вот это как его, понимаете, вот это мотивировать, чтобы он к вам прикасался еще с нежностью, любовью по той книжке, мне нужно подумать. Я точно сказать не могу. Ну что ты мне подсказываешь? Нужно само это делать, само это делать. Ну да, научиться прикасаться сначала к себе с нежностью, любовью, потом к нему, а потом ему говорить, ты чувствуешь, что я к тебе прикасаюсь с нежностью, с любовью, и я хочу, чтобы ты так же ко мне прикасался, но это нужно так сказать, чтобы он не обиделся и вас не послал подальше матом. Это он может уже пугается. Для этого нужно тренироваться перед зеркалом по системе Луизы Хей. А все вот это вот представить ему как ролевую игру. То, что я вам сказала, вы ему скажите, что это все это ролевая игра называется. Ты же слышал, что некоторые играют в этих, короче, 3 икса в медсестру. А мы с тобой будем играть в игру, будем прикасаться друг к другу с любовью и нежностью. Ну, вы ему скажите, что это игра такая. Видите, любовные карточки. Чтобы в пороса к ней попасть. Ну, вы скажите, кто-то садом маза занимается, ну, вот это какая-то фигня вот эта вот. Кто-то в медсестру играет, кто-то еще в чего-то там играет, вы там что-то, конечно, где-то там что-то видели как-то одним глазом. вот это вот. Ну, так, это мельком. Такая игра. Но для этого нужно его мотивировать, для этого нужно потренироваться и, говорю, что вот это вот, и прикасаться к нему вот так, чтобы он замотивировался. Ну, что там еще интересного? Что там еще такого-то интересного говорили по поводу? Ну, там всякое такое. Ну, в общем, я просто вспомнила. Видите, такой карточки, все что-то. Понимаете, вот эти вот специалисты, они же знают, к ним же люди приходят на прием, они же знают вообще вопросы и проблемы. Я просто вот ютублю. Ну, на ютубе я посмотрела. Вот. Я, конечно, загрузила этого врача на мою страницу ВКонтакте Татьяна Салмана через дефис, Мактум Сай пойдет через дефис. Я как бы его удалю, я так быстренько сделала. Думаю, кому надо, тот поинтересовался и посмотрит его на ютубе. Так что вот. Потому что, ну, мне нужно как бы себя рекламируют. Я вообще рекламирую свою студию позитивного мышления, силы, позитивные мысли и вообще мою систему отриарно. Как жить, понимаете, наука жизни, наука счастья, искусство жизни. Как жить в любви, в счастье, в гармонии? Нет, а вы думаете, что это как-то само вот это? Ну, так немножко, так, да, знаете, такой шот, шот-обзор, шот-обзор. Так, я рекламирую себя. У меня началась пиар-компания, я, знаете, это звезда на миллиарды даже больше в отпуске. Я рекламирую себя, мою студию позитивного мышления. Так что, если вы хотите стать спонсором моей программы, специально для вас я публикую номер моей кредитной карты банка Тинькофф. смотрите в моем почти под каждым видео, сейчас я публикую эту информацию. Так что, Татьяна Салмановна Мактум Сайфы. И 28 минут позитива со мной с Татьяной Салмановной Мактум Сайфы. Моя страница на Фейсбуке, смотрите там в моем тоже брендировании и мои каналы Ютуба я пишу, как их найти и страница ВКонтакте и Фейсбука. В общем, все читайте, смотрите в моем брендировании. Татьяна Салмановна